Здравствуйте! 1 февраля 2022 года не за горами, а значит на свой пост уступает полосатый символ года, год голубого тигра. Но где произошли эти прекрасные и удивительные создания? Кто их предок? Почему тиграм в некоторых народах поклонялись? С вами рубрика «Взгляд историка». Сегодня мы попытаемся проследить путь этих прекрасных созданий. Для начала давайте разберемся, кто такие тигры. Общеизвестно, что они являются хищными млекопитающими из семейства кошачьих. Кстати, самыми близкими родственниками полосатиков это львы, ягуары, пантеры. Неплохая компания, не правда ли? Теперь история. К нашему времени ученым многое известно о тиграх. Первыми, кто сделал научное описание тигра, был шведский естествоиспытатель Карл Линей в труде системонатора под названием Феликс Тигрес. С 1929 года тигров относят к роду пантер. Мир истории – это мир открытий. Во все времена люди создавали что-то новое. На каких кораблях Паули Викинги, Бенджамин Фрамплин – президент или изобретатель? Черепаха Наутилус – первые подводные лодки? Эти и другие интересные и полезные темы вы найдете в книге «Изобретение и открытие. От колеса до коллайдера». Читая ее, остается только восхищаться силой человеческого разума. Приходите и читайте к нам в библиотеку. По мнению ученых, исторической родины тигров была Восточная Азия. Самые древние останки были обнаружены в Северном Китае и на острове Ява. Предок хищника был размером мелким, но с тигринным аппетитом. Жил он примерно 2 миллиона лет назад. Значительно позже, 20 тысяч лет назад, полосатые появились в Сибири, Индии, Алтае, Японии и других частях света. Кстати, прямым потомком всем известного саблезубого тигра является, вопреки названию, не тигр, а дымчатый леопард. Но это так, к слову. Человеческий прогресс не стоит на месте. По мере развития люди осваивали все новые территории, вытесняя многих животных из привычных мест обитания и лишая возможностей нормально кормиться. Печальная участь не обошла и тигров. К примеру, в нашей стране вплоть до середины 19 века был весьма распространен туранский, он же Каспийский тигр. Вообще тигры жили на территории Казахстана еще задолго до появления человека. Жили они в тугайных лесах и долинах реки Озер, таких как озеро Балхаш и река Амударья. Из-за действий человека туранский тигр всего за одно столетие уверенно перешел в разряд вымерших. Тигры в поисках пищи уходили за сотни километров, приходили в населенные пункты и гибли от рук браконьеров и охотников. Последний подтвержденный документальный случай, когда жоборос увидели на территории Казахстана и Средней Азии 1940-1950 годы. К огромному сожалению и сегодня в остро стоит вопрос популяции тигров. Из девяти известных человеку под видом тигров, трое из них уже вымерли. Но не всегда люди относились к тиграм плохо. Полосатики занимают центральные места во многих культурах мира, к примеру, в корейских, японских, тайванских культурах. Они герои сказок, повестей и романов. В китайской мифологии тигр не просто животное, а символ воинской доблести, брака и деторождения. Они верят, что тигр настолько могущественен, что защитит от любого зла. Его изображают на талисманов, вышивке, скульптурах. Примечательно, что полосы на обу тигра похожи на китайский иероглиф ван, означающий король. Украшения в форме тигра можно встретить и в саксских пурганах. Предки почитали и уважали их. Интересен также факт, что полосы на шкуре тигра индивидуальны, совсем как отпечатки пальцев у человека. Мир природы потрясает, и тигр благодаря своей силе может тягаться со львом за звание царя зверей. Нам же остается восхищаться и попытаться узнать их историю. Возможно, зная ответы прошлого, мы на шаг приблизимся к пониманию природы. Всем с 2022 годом! Это Руслан Бабира и Взгляд Историка. Руслан Бабира и Взгляд Историка.